И вот мы с вами прочитали вот этот вот текст, и этот текст очень четко и ясно показывает нам о единстве Иисуса Христа с Отцом. Мы это видим во всем, в словах, в делах или другими словами еще. Иисус Христос был выражением Отца. Помните, кто-то из апостолов обращается ко Христу и говорит, Господи, покажи нам Отца. А что им сказал Христос? Кто помнит? Он говорит, о чем вы говорите? Видевший меня, видел Отца. Как вы можете говорить мне, покажи нам Отца? Отца. То есть, фактически, Он был выражением своего Отца. То есть, все, что Он говорил, Он говорил слова, которые слышал от Отца. Все, что Он делал, Он делал то, что говорил Ему Отец. Избирал апостолов. Помните, куда Он шел? Нужно было избрать 12 апостолов из 70. И как их избрать? Помните, куда? Он шел куда? Молиться кому? Отцу. Чтобы спросить у Отца, волю Божию, кто будет из 70 и 12. И уже пришел с готовым списком. Утром уже у него был список. Вот Христос, живя здесь на земле, Он полностью был отображением Отца. Ничего от себя. Ничего. Только то, что у Отца. И здесь мы читаем, Он говорит, как я был в тебе един. Как мы были вместе едины. Вот я молю тебя, чтобы я уйду, но чтобы они были едины с тобой, как я с тобой. То есть, понимаете, Он дал нам образец единения. Как Он был един с Отцом, так и мы должны быть едины с Отцом, находясь в теле. Другими словами, мы являемся как представителями Бога на земле. Мы с вами должны отображать Бога на земле. Слышите? Вы понимаете? Вот это важно понять. Не себя отображать, не свои желания, но именно желание Бога и отображать Бога. Мы представители. Вот, например, мы смотрим, ну, посол, например, какого-нибудь государства. Например, нашего государства, посол там в республике Камбоджа. Например. Вот вас послали послом в республику Камбоджа. Как вы там должны вести себя? Прежде всего, вы должны понимать, что вы в этой стране представляете целую страну. Какую? Россию. Правильно? То есть, ваш поступок, ваши слова, они будут отображать Россию. То есть, все будут думать, что в России, вот Россия такая. Поэтому вот эти люди, они не могут ничего, послы ничего не могут от себя говорить. Ну, дома ты можешь жене своей говорить, да, или мужу там. А официально ты только можешь говорить, как представитель от России. И поэтому, а чтобы таки, ну, говорить речи, тебе нужно всегда иметь контакт, связь с кем? С Москвой, по крайней мере, да? Нужно постоянно консультироваться. Если задают вопрос, извините, я сейчас от себя сказать не могу. Сейчас быстренько я позвоню туда, к себе домой там. Узнаю, задам вопрос. Как там ответят, я вам передам. То есть, понимаете, это посольство, представитель и своя резиденция, и охрана своя. И если на посольство в какой-то стране нападали, это значит, происходило нападение на страну. Понимаете? Поэтому вот что-то похожее происходит с нами. Мы, посланники, мы являемся посольством Иисуса Христа, посольством Небесного Отца здесь, на этой земле. Мне понравилось, кто-то вот из братьев проповедовал недавно, говорил такую вещь. Вот есть странники и пришельцы. Мы странники и пришельцы. А что это значит? Вот слово странник, мне понравилось это высказание. Странник – это человек, который пришел с другой страны. То есть, он пришел с другой страны. Странник. А пришелец? Пришелец – это человек, который пришел на короткое время. То есть, он пришел, но это не значит, что он здесь собирается обосновываться. На короткое время. Вот странники и пришельцы, мы, говорит, странники и пришельцы. То есть, мы из другой страны, и мы пришли здесь на короткое время. Совершить свою миссию, да, или совершить свое посольство. Вот это было в жизни Христа. Он пришел с неба, совершил свое посольство, передавал то, что отец ему говорит, делал то, что отец ему говорил, совершил дело, и потом он ушел обратно к себе домой. И оставил здесь кого? Учеников тоже. И вот то же самое, вот он говорит, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. То есть, как Христос, предназначение Христа, теперь перекладывается на нас. Вы понимаете? Вот то, что делал Христос, он ушел, оставил учеников, и мы с вами теперь его посланники на этой земле. Странники-пришельцы и посланники. Странники-посланники. Вот это важно понять. И он говорил, что мы сможем быть посланниками Иисуса Христа. Мы сможем иметь, если быть таковыми, если мы будем иметь единство с Отцом, единение с Отцом, научиться быть в единстве с Отцом. А теперь давайте про тайну, которую я вам обещал сегодня. Может быть, кто-то знает, но кто-то еще нет. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Откройте. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Послушайте. И беспрекословно великое благочестие тайна. Беспрекословно. Великое благочестие, что за тайна? Тайна, это когда она скрыта. То есть не все ее знают. Вот, да? Вот, например, я вам сейчас эту тайну рассказываю. Те, кто внизу, они эту тайну не слышат. Знаем только мы с вами. В мире тоже люди не знают. Что же это за тайна? Теперь смотрите. Бог явился воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. То есть мы видим, что открывается тайна. Какая тайна? В чем она заключается? То есть воплоти был Бог. И Он явился. То есть была плоть, такая, как у нас с вами. И в этой плоти явился Бог. Это тайна. То есть божественная природа находилась в теле человека. А сейчас еще одна вещь. Ефесянам 5 глава 30 и 32 стих. Ефесянам 5 глава с 30 по 32 стих. Открыли? Ефесянам 5 глава с 30 по 32 стих. Послушайте, что написано. Внимательно. С 30. Потому что мы члены тела Его от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть и дальше 32 стих. Тайна сия велика я говорю по отношению ко Христу и к церкви. То есть что получается? Получается церковь сегодня является телом Иисуса Христа. Телом. Написано плоть от плоти и кость от кости. Церковь сегодня является телом Иисуса Христа. 2000 лет назад Бог явился во плоти как здесь написано оправдал себя то есть не согрешил показал себя ангелом проповедовал в народах когда был принят веру в мир и вознесся в славе. И остались здесь ученики его церковь и теперь церковь является его телом. Другими словами Бог в теле. Сегодня это тайна по отношению ко Христу и к церкви Бог сегодня в теле. как в нас в нас это не значит что мы стали иметь божественную природу нет нет мы как человеки остались как были так и остались Он Богом был но Он Духом Святым пребывает в нас и тайна сия заключается в том что Бог и по сей день является во плоти где человек может пережить Бога где в церкви если церковь является его телом где человек может соприкоснуться с Богом в церкви в церкви не всегда конечно мы являемся отображением Господа иногда мы просто забываем о том что Дух Божий находится в нас и поэтому ведем себя не так как должно вести братья тут рассказывали опять на собрании позапрошлое собрание форточка была открыта и села там сестра душно брат открыл форточку и она на него шу 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 он ко мне подошел я не знаю надо что-то поговорить с людьми или что ну так себя вести же нельзя как бы она чуть ли там не выругала меня я же говорит просто смотрю чтобы душ на людям не было сквозняк ну сядьте вперед там или как то есть не всегда бывает мы являемся отображением церкви но тем не менее Божий план и Божье предназначение это тайна что Бог явился во плоти и сегодня то же самое ничего сегодня тело его это мы с вами церковь мы его члены мы плоть от плоти его и кость от кости и вот если мы смотрим на жениха и невесту на мужа и жену оставит человек отца и мать прилепится к жене своей и станут двое одна плоть вот понимаете о каком единстве Бог говорит и он говорит я сейчас не про жену говорю не про мужа я говорю по отношению ко Христу и к церкви то есть мы должны быть от отлепиться от этого мира от наших каких-то там привязанностей мирских прилепиться ко Христу и быть со Христом одним целым понимаете вот это тайна которую мы должны к которой мы должны стремиться которая должна быть для нас открыта и которую мы должны достигать явился воплоти вот еще одна мысль которую мне наверное хочется сказать божье присутствие оно никак иначе не выражается как только через верующего человека просто божье божье присутствие но люди не могут его пережить не иначе как соприкасаясь с церковью соприкасаясь с верующими людьми понимаете о чем я говорю то есть мы являемся как проводниками посредниками нельзя говорить но проводниками через нас человек соприкасается с Богом и приходит ко Христу и становится одним целым со Христом именно через нас вот так же как человек через Иисуса Христа имеет общение с Богом с Отцом получил спасение через Иисуса Христа совершено спасение то мы как церковь являемся представителями мы как проводники касаясь неверующих людей ну и Бог нам все дал он дал нам дары Святого Духа он дал нам силу иногда говорит говорит говорим или слышим какие-то простые слова и вдруг что-то с нами происходит я с одним человеком разговариваю и просто я ему говорю вы знаете Бог так сильно любит вас у него раз слеза такая мужчина он ее вытирает говорит что это такое со мной а Бог его душу касается вот через это что Бог любит вас вот вложиться Господь что я должен ему сказать вот эта фраза она вдруг коснулась его души то есть даже слова наши они могут иметь силу которую которую Бог вкладывает а что это со мной а душа Бог коснулся его души и он понимает что-то не так или пришли ко мне знакомые неверующие и мы просто сидим разговариваем просто общаемся не материмся там у нас ни выпивки ни сигарет просто мы сидим общаемся и вдруг один из этих людей говорит слушай говорит как вот Леша ты не надо слышишь Леша ты отвлекаешь нас у нас серьезные темы мы говорим заранее вот эти вопросы надо куда он тебя хотел отправить спокойно сидим разговариваем и вдруг один из людей говорит так хорошо уходить не хочется покой пришел а для нас ну как обычно мы даже ну как обычно с женой мы так всегда как бы ну так а они сидят ну нам уже спать надо ложиться а им у них покой они настолько в мире живут что у них вот этого они этого чувства уже давным давно не переживали просто мы сидим и вот это Божье присутствие мы даже о Боге не говорим мы говорим на какие-то ну сторонние темы ну даже присутствие то что Бог в нас и просто мы находимся ну они уже переживают мир они говорят так хорошо ой можно мы вас не задерживаем время уже за 12 там пошло мы вас не задерживаем ну нормально ой можно мы еще посидим так хорошо спасибо так у нас хорошо так у нас хорошо было вот это это о чем говорит это говорит о том что так Бог дает понять людям через нас а для нас как обычное состояние вот вы заметите что состояние покоя оно может быть обычным мы к нему привыкаем потому что а что всегда в покое а что беспокоит Господь о нас заботится вовремя подает нам еду вовремя он там нас благословляет все мы уже так знаете ну а для них это дико вспомните как мы жили без Бога у нас мы не знаем как жить что делать где чего как у нас и потом вдруг пришел Божий покой и мы так как шалом да шаббат такой по еврейски спокойно стало или другая вещь тоже человек один говорит слушай сматерился в моем присутствии на улице я ему ничего не говорил он просто знает что я верующий стояли общались и вдруг он сматерился и вот так ой извини меня прости меня я говорю а почему ты у меня просишь прощения ты же меня не обидел ничего да я говорит сматерился что произошло мое присутствие вдруг обличило его я же ему ничего не говорил эх что ты матерись разве можно ничего не говорил он сам ой извини ему как-то не по себе стало то есть понимаете даже просто наше присутствие если мы в правильном положении пред Господом мы приносим вот это Христа в то место то есть мы пришли туда и с нами Христос живущий в нас и человек неверующий он это ощущает он это чувствует и душой чувствует и телом и даже совесть его начинает обличать его и он материться перестает грешить в вашем присутствии только вы уходите все началось опять но он все таки чувствует и понимает что то не так что то не то вот понимаете да как Бог действует особенно когда мы ну правильно живем правильно правильные поступки совершаем когда мы прощаем когда мы на зло воздаем вот как Христос он же на зло всегда добром воздавал а как это в этом мире воспринимается уже шокирует же многих людей это шокирует нам зло сделали пошел сделал добро у него шок я не могу понять я не могу вместить как вы так как вы как я вас обманул пять раз вы мне пять раз уже доброе дело сделали я не могу понять что у него мозги разрываются его рвет на счастье он не может понять и так человек приближается ко Христу то есть вот сегодня я хочу чтобы мы с вами поняли кем мы являемся что за тайну мы в себе носим и чтобы мы знали вот это откровением оно было для нас что мы не просто люди верующие что мы являемся одним целым должны являться одним целым со Христом мы его представители мы представляем Иисуса Христа здесь на этой земле где бы мы не находились на работе дома или ну где-то даже в церкви в церкви тем более здесь должно быть такое представительство когда все верующие собираются друг с другом друг другу помогая друг друга поддерживают вот это наша задача то есть в нас является божественная природа Иисуса Христа или через нас она течет и касается неверующих людей понятно вот это важно в этом есть призвание церкви что мы являемся его посольством мы являемся его представителями и другого нет другого не существует мы можем с вами вот мы смотрим есть разные общественные организации такие добрые дела совершают помогают людям занимаются благотворительностью и так далее вот Лена кормит у нас здесь бродяг но это все теряет смысл то есть ну как бы смысл не теряет но это не является задачей церкви задачей церкви является представить Христа или быть свидетелем о том что Иисус живой и поэтому если я совершаю какие-то добрые дела через эти добрые дела люди должны они должны понять да действительно Иисус живой если этого не происходит то мы обыкновенная общественная организация которая борется за права ЖЭКа или там чтобы снизили коммунальные платежи вот ничем не отличаемся чтобы дороги расчистили наконец чтобы мэр нам дороги расчистили все мы ничем тогда не отличаемся но церковь ее предназначение быть свидетелем что Иисус Христос живой и мы это представляем спрашивают а что это почему мне так хорошо это тайна а что за тайна тайна то что ты чувствуешь этот мир этот мир в Боге ты чувствуешь Господа о а почему так со мной что я в вашем присутствии не могу грешить не могу материться потому что здесь Божья святость вы чувствуете эту Божью святость и эта Божья святость она проникает в вашу душу вашу совесть и ваша совесть становится намного чувствительней что вам даже не по себе от того что вы делаете понимаете да когда человек рождается свыше он не грешит потому что он не может грешить ему ему это сложно как это сматериться как это то есть он это это уже мешает ему ему хочется становиться более и более похожим на Христа это его природа ему хочется измениться ему хочется быть добрее ему хочется прощать может быть не все получается но уже ему хочется а если мы представляем Иисуса Христа и человек с нами неверующий соприкасает он чувствует это какие-то вот такие ну вещи с ним происходят он это переживает ясно да поэтому вот церковь на земле она призвана именно представлять Христа и быть свидетелем не только какие-то добрые дела общественной общественностью общественной жизнью заниматься но если мы теряем вот этот ракурс ну я просто встречал такие вот организации ну из церкви вышла организация как бы да благотворительность благотворительностью но раз вдруг в какой-то момент они перестали свидетельствовать о Христе представлять Христа превратились просто в обыкновенную организацию помогают бедным детям там инвалидам хорошее дело хорош собирают средства но уже Христа там нет уже Христа есть добрые хорошие люди которые помогают понимаете разницу и ракурс теряется и мы уже не являемся теми кем мы должны быть мы не становимся одним целым со Христом мы уже не являем его божественность и люди не переживают Бога не спасаются вот это важно все это понять давайте мы еще прочитаем один текст тоже это послание к Ефесянам первая глава 19 по 21 стих послание к Ефесянам первая глава с 19 по 21 стих вот посмотрите и как безмерно величие могущества его в нас еще раз внимательно послушайте братья и сестры и как безмерно величие могущества его в нас так должно быть в нас безмерно величие его могущества представляете что Бог нам дает и дальше в нас в ком в верующих по действию державной силы то есть когда Бог начинает в нас действовать державная сила это что это когда ты в Камбодже послом и вдруг там что-то какие-то проблемы начались со стороны государства в отношении посольства то Россия машет так кулаком или какой-нибудь ядерной боеголовкой державная сила да сразу у всех все-все-все-все все отходят оп все нормально мы вас уважаем а здесь что-то похоже безмерно величие могущества его в нас верующих под действием державной силы его которой он воздействовал во Христе воскресив его из мертв воздействовал во Христе в нас и дальше посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в всем веке но и в будущем мы должны твердо в этом стоять и твердо понимать ну и конечно же я хочу вам сказать видите здесь и ключевое слово что воздействовал во Христе воскресив его из мертвых то есть необходимо человеку верующему если мы хотим чтобы вот эта сила воскресения действовала через нас нам как людям необходимо умереть правильно воскрес日 воскресает кто только мертвый живой как не воскреслет живой воскреслет ты что я и так живой живой не воскрес воскресают обычно мертвые необычно всегда вот если мы хотим чтобы господь в нас действовал могущественной силой державной нам нужно воскреснуть А для того, чтобы воскреснуть, что нам нужно? Нам нужно умереть. Для чего? Умереть для себя. Вот смотрите, я не женатый человек. Ну, например, представим, что я не женатый человек. Я что хочу, то и делаю, правильно? Как хочу, так я и проспоряжаюсь своими финансами, своим здоровьем. Хочу, покупаю однокомнатную квартиру, хочу двух. Хочу, просто снимаю, хочу, стираю, хочу, не стираю, хочу, готовлю, хочу, не готовлю. Да? Лен, так вот, да? Как хочешь, так и живешь, правда? Захотела себе блинчиков приготовила? Захотела сухариков просто? Да, Андрюха, как ты? Ты как? Захотел, пришел в 12 часов ночи, просидел в ковчеге там. Допоздна, да? Поспал, захотел. А когда женится человек или замуж выходит, что происходит? Оп! Вот это вот, я хочу, она... Все. А? А что это? А потому что жена говорит, милый, как это ты там допоздна, я жду тебя. Она скажет, а я не хочу. Вот, то есть ты уже теперь, ты уже теперь должен считаться с тем, что говорит жена. Но знаете, считаться с тем, что говорит жена или муж, это вообще полдела. Потому что это, если мы так будем считаться с тем, то это всегда конфликт. И у многих людей конфликт, потому что они считаются, но внутри конфликт. Но чтобы пришла идиллия, нужно начать жить для жены. Вот брат, это... Или женитьбер. Когда ты живешь для жены, когда ты выходишь замуж, и ты живешь для мужа, тогда приходит идиллия. Тогда не будет проблем. Ты желаешь угодить жене во всем, жена угождает тебе во всем. Все. У вас одни теперь цели, у вас один кошелек, у вас один холодильник, у вас одна квартира. Все. Ты говоришь, я хочу кошку, а жена говорит, у меня аллергия. Что ты будешь делать? Ты умираешь для себя. Правильно? Да? А иначе идиллии не будет. А ты скажешь, а я хочу кошку. Ну давай заводи, что будет дома. Пчи! Пчи! Жена вот так. Пчи! Все трех. Она ни блинчиков тебе не приготовит. Ни курочки. Пчи! 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 Вот так вот-вот. И ты уже с этой кошкой уже, понимаешь, да? То есть нужно там умереть для себя. Я привел вам такой пример, семейный формат, но мы читаем с вами по отношению ко Христу. Если мы хотим, чтобы Христос действовал через нас могущественно, державной силой, мы должны воскреснуть. А чтобы воскреснуть, чтобы Его воскресение произвело в нас, нам нужно умереть. И каждый день этот выбор перед нами стоит. Каждый день нужно умирать и воскресать. Умирать для себя, воскресать для Бога. И тогда ты переживаешь. Не как я хочу, но как... Господи, но как ты хочешь. Какая твоя воля, что ты желаешь. Не как я, а как ты хочешь. О-о-о-о! И начинает пальцы загибать. Помните, да? Мороженого. Пироженого. Нет. И у многих в жизни, многие христиане, они не переживают могущество. И люди вокруг них, они не ощущают Бога. Так сильно, как должны ощущать. Потому что не позволяют вот этой тайне, тайне, Богоявления воплоти, осуществить через себя. Понимаете? Вот мы должны к этому стремиться. И пусть Господь нас благословит. Вопросы есть какие-нибудь? Всё, Егор, можно. Всё, Егор. Всё, Егор. Продолжение следует...